появилось 4 рокера 4 мотоцикла появились сразу одновременно о которых заговорили а почему заговорили об этих мотоциклах предыстория когда я жил на украине в виннице вот там значит ребята постарше мне было 15 лет а постарше которым было 16 и 17 лет уже тогда права получали 16 они покупали явы старенькие я вот эти вот старушки с параболой на 16 колесах вот а так как украина рядом с польшей с чехословакия это все-таки европа вот туда с европы докатились до нас мотоцикл я во калифорния вот я во калифорния она экспортировалась этими же чехословакии они шли на экспорт в америку но там были колеса на 18 большие и он смотрелся по другому совсем и вот ребята которые покупали вот эти мотоциклы старушки и я вы они переделывали они переспецовывали начаться 16 на 18 бардачки вот эти крупные убирали ставились маленькие пружинки открывались хромированные парабола убиралась вот это ставился ром уже такой более спортивный и фар мотоцикл обретал очень привлекательный красивый вид он резко отличался от того который поставляла чехословакия на наш рынок вот и вот эти мотоциклы они были настолько красивые и с такой любовью ребята их переделывали что один из моих друзей переделать переделал такой мотоцикл покрасил в черный цвет у него были хромированные крылышки я просто влюбился в этот мотоцикл все он у меня стоял все время перед глазами и потом я уже поменяли местожидательство я уже стал жить в москве потом меня забрали в армию потом моя сестра приехала в владивосток и я приехал посмотреть владивосток будучи дембелем вот и позволить и уехать обратно в москву ну живу здесь 50 лет потому что влюбился в владивосток море горы сотки вот так как надо было как-то жить и зарабатывать деньги то я увидел в объявлении в газете владивосток объявление что дальневосточное пароходство набирает на курсы значит барменов учебно-курсовой комбинат официантов и барменов учебно-курсовой комбинат передв пароходство естественно я туда приехал нам гершель где на улице морозов и естественно я записался и были сборы и туда приехали девчонки которые в основном коллектив был девчачий там было около 50 человек и было три парня три парня и 57 девушек и вот в этот день свершилось чудо одна из девушек приехала на яре на мотоцикле я когда увидел что она заезжает у меня уже просто отпала челюсть я к ней подхожу для меня богиня еще и девушка мы друг друга не знаю я подхожу в ней говорю блин это же моя мечта она не спросить мне как меня зовут вообще ничего берет ключ протягивает на я знаю что можно она ведь конечно все я вставляю ключ завожу этот мотоцикл всем на него и поехал прокатился кружок возвращаясь она говорит наташа руку мне протягивает и горкаша вот так мы с ней подружились и после этого я понял что без мотоцикла моей жизни уже не будет естественно закончил эти курсы сходил я несколько раз в моря заработал кучу денег борманом официантом вот и сразу же купил себе эту яму а в это время я был знаком с неким таким длинноволосым потлатым блондином джинсовом костюме ли у него были длиннющие белые волосы витя бунаков вот потом обрел впоследствии кличку карера и естественно мы с витей долгими вечерами зимними гуляли по владивостоку я ведь рассказывал как я хочу купить мотоцикл как я хочу его переделать покрасить в черный цвет а витя будучи музыкантом как бы рокера не рокера мотоциклистом рокера он настолько проникся моей вот этой идеей говорит я тоже теперь хочу мотоцикл простым рабочим надо что дало в принципе возможность нам как он выгибать рули и делать кастом это и его знакомство с этими мастерами вот и мы с ним поспорили он говорит а давай говорит поспорим давай сделаем так мы в этой этой весной у нас должны быть мотоцикл у кого не будет тут типа пролетел и вообще брехло и брехун и трепач меня это очень закусило конечно игру до спорим и мы с ним поспорили и он первый купил мотоцикл ему к прямом в рящике в покупке пришел мотоцикл а я в это время находился в рейсе но так как я ведь и доверял я написал ему доверенность на получение мотоцикла и пришел мотоцикл мой он его получил вот я прихожу с рейса приезжают домой на такси открываю ключом свою дверь запах мотоцикла в моей квартире я уже еще не видя его но в подъезде я унюхал что он есть пахнет когда я зашел открыл он стоит коробках деревянная он запечатан и в этой коробке а вот все естественно никаких морей уже ничего уже не получилось да значит мы с витей начали распаковывать и готовить к весне эти мотоциклы я говорю я буду красить черный цвет а я в белый я не люблю говорю когда все одинаковые все лишнего цвета всех из одной извините дырки я хочу чтобы был черный а я белый но в это время зимой когда мы еще только только начинали вот это все мечтать об этом я ему сказал гулять а вот наташа подсадила деваха у меня есть такая наташа селиверстова потом кличка была у нее связи кватер на было наши связи кватер ну и мы ходили к ней домой она жила на четвертом этаже я не был телефон тогда что это была редкость из будки звонили а так можно с другом приду да конечно аркаша и мы с витей бунаковым заходим там куда февраль месяц к ней домой она открывает нам дверь мы заходим и у него на четвертом этаже в ее спальне в комнате стоит мотоцикл видите когда увидел конечно опустилась все и затрепыхало сердце на четвертом этаже дома стоит мотоцикл крутится бомбинный магитофон играет оси за и кьюти пик кредит вот висят значит шторы с английского флага пол покрашен был в американский флаг это наташка вот естественно после ее визита этого это мы уже дали за рог что мы купим эти мотоциклы и когда мы уже покрасили я в черный он в белый а наташа а мне в какой покрасить я не знаю а я покрашу в синий хорошо давай наташка и вот когда мы получили эти мотоциклы уже покрашенные блестящие и мы выехали на ленинскую вот мы едем втроем черный белый и синий мотоцикл вот было три человека и вот мы начали кататься отъездили почти все лето 77 год вот откатались и мне мои друзья которые меня видели допустим там в шлеме в мотоцикле у нас были циклы там очки вот начинают рассказывать как они видят каких-то и мотоциклистов таких красивых мотоциклов и чуть ли не рассказывать как они с ними знакомы даже не знаю что это я рассказы про меня по них друзей как не видели вот этих байкеров там и были рокеры не байкер и у наташки просто был тоже дружок мартынов сереж сережа он не красил мотоцикл какой цвет он был красный он в четвером начали кататься просто по городу туда-сюда по это ленинской атака серёжа был любитель танцплощадки вот это большой где лекарь уже я пел как раз тогда то мы на мотоциклах приезжали и первые там неделю мы ставили на ленинской мотоциклы и ходили туда на эту танцплощадку а потом серёга говорит а чё мы на ленинскую давай под подводную лодку и вот мы вчетвером приехали туда стали ставить под подводную лодку идея под этой лодки называется на лодку приехать это серёге мартынова но как бы основателям всего этого байкерского движения я считаю что это был я митя и наташа потом серёгу просто взяли свою банду серёга подал идею лодки и началось туда начали приходить девочки с танцплощадки прокатите прокатите а так как девочки стали приходить стали приезжать еще другие мальчики собралась такая банда примерно 30 человек и вот все 30 человек встреча была ровно в девять вечера туда приезжали в девяти на лодку уже звучала музыка танцевали в 10 часов уже девочки приходили на эту лодку собиралась очень много народу очень много народу смеялись хохотали рассказывали анекдоты а в 10 часов мы просто усаживались на свои мотоциклы и выезжали кататься по ночному городу катались хаотично что меня возбуждала уже хаотично это значит что мы принадлежали сами себе да нарушали правила дорожного движения это было красиво за нами гонялись милиционеры мы этих убегали это было адреналин это было здорово и весело вот так начала началось движение а вот я хочу вы не это было здорово и я хочу вы не Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok